В продаже английская бритва, бритва производства Джорджа Вастенхольма и Сыновей. Бритва выпущенная под торговой маркой iXL, одна из самых популярных торговых марок Вастенхольмов. В нашем большом обзоре на бритву Вастенхольма я о ней достаточно подробно рассказывал. Климо Джордж Вастенхольм и Сыновья Celebrated iXL Razor, то есть всем известная, признанная бритва под торговой маркой iXL. И ниже Sheffield Inland. Клеймо такого типа ставились на экспортные бритвы, которые шли на продажу в Европу и в США. И это позволяет нам датировать клинок 1891-1900. И именно в этот период у Вастенхольма было именно такого типа клеймо. Бритва сама по себе в достойном состоянии, изящная, красивая, с таким вот аккуратным переходом на эрль. Без ступеньки, без пяточки выражены, без закова настоящего либо ложного. Просто аккуратный такой сплошной переход с обеих сторон. На лицевой стороне у клинка имеется гравировка. Она не очень глубокая, но в жизни очень хорошо видна и читается. Здесь в обрамлении узоров надпись Джордж Вастенхольма сыновья, iXL и Hologround. То есть бритва на выборке. Названием Hologround в Англии в конце 19 века называли в принципе все типы выборок, если они в принципе были на бритвах. Потому что до этого они делали в основном клины. Но здесь по факту тоже практически полный клин. Такое вот что-то среднее между почти клином и четвертью. Но раньше, в те времена, это считалось одним из первых типов выборки Hologround. Вот ручка оригинальная, очень красивая. Это синтетика. Здесь узоры, узоры, узоры и по центру iXL в таком овале. Вот очень красиво выглядит оно. Рельефное, такое выдавленное на ручки. Ну или скорее как в формочку заливалась синтетика, застывало и получались такие вот плашки. На одной стороне узоры есть, на другой стороне их нет. Здесь просто однотонный пластик. Клиншик при этом свинец. Что интересно, некоторые производители бритв ван или в конце 19 века все еще использовали на ролях клинышка или проставки олова или свинец. В данном случае свинец для утяжеления ручки в этой части, для баланса, чтобы было удобнее бриться, удобнее держать в руке. Потому что ручка достаточно легкая, клинок достаточно тяжелый. Ранее они все комплектовались или рогом, или костью, или даже вот эбонит в конце 19 века часто использовался. Но пластик, синтетика, наиболее легкий материал из этих всех перечисленных, поэтому для балансировки использовался свинцовый клинышек. Потому что свинец достаточно тяжелый сам по себе. Бритву я не разбирал, она в очень неплохом состоянии, в очень неплохом сохране сама по себе. Поэтому оригинальные пины стоят, и осевой пин, и нижний пин. Вместе с шайбочками все в оригинале. При этом внутри все чисто, максимально вычищено, насколько получилось добраться. Но я бы не сказал, что здесь что-то было не так с состоянием. Она как бы сама по себе достаточно неплохая. Ею мало пользовались. С обратной стороны полотно тоже хорошее. Здесь были, конечно, точечки, следы использования. Все это было перешлифовано аккуратно и переполировано, так как это принято сейчас. Один слой изоленты, геометрия неплохая. Здесь получается правильная улыбка, скругление к пяточке и к носику идут. Такой вот клинок. И при этом это практически полный клин. С неплохим дизайном и с интересной оригинальной ручкой. Покажу, как проходят тесты. И кому интересно, обращайтесь. Бритва будет в продаже. Футляра оригинального в комплекте прямо сейчас нет. Но для покупателя будет футлярчик к этой бритве, конечно же. Будет ее в чем хранить, в чем транспортировать. Что касается реза, ну, конечно, это гораздо мягче. Большинство бритв того периода и более позднего периода. Достаточно мягкая сталь. Ну, это в Астанхон, как бы этим все сказано. Один из пяти самых крупнейших производителей Шеффел до того времени. Именно по бритвам. Один из столпов бритвостроения английского. Конечно, у них все было со сталью в полном порядке всегда. Ну, и слесарка здесь аккуратная. В принципе, во время реставрации ничего не убиралось. В плане переходов, уголков. Здесь все в полном оригинале. Так как это было задумано с завода. Будет брить мягче даже антикварных немок, антикварных американок. Ну, я имею в виду, вот, 1890-1900-1900-1900-1900-1900. Которые они в этом плане гораздо интереснее. И в повседневное бритье. И если вы там бреетесь один раз в неделю. И щетина такая добротная отрастает. Этот клин хорошо подойдет. Вот. И в уходе ничего сложного. Один слой изоленты. То есть, если вы будете самостоятельно подтачивать. Никаких проблем. И правка на ремне также беспроблемная. Посекторная. Ну, либо диагональная. С учетом, что здесь скругление носик. Пяточка есть. Вот. Ну, как бы так. На этом все. Кому интересно, обращайтесь. КОНЕЦ